Оживший в странице тех решений и дел достойных времени Петра Потомкам приоткрыть пришла пора Под семью судьбоносности свершений. Россия в мире одна, она соперниц не имеет. Предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть при жизни нашей, пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы. В 1721 году Великая Северная Война со Швецией закончилась славной победой России. Гением государя Петра I, силами армии и флота Исконные русские земли были отвоеваны у шведов навсегда. Петр принял титул императора к возмущению монархов Европы. Но не остановился на достигнутом. Император обратил свой взор на восток, где на торговых путях в Индию, через Хиву и Бухару бесчинствовали разбойники, нападали на поселения, разоряли пупеческие караваны. В созданной им Астраханской губернии видел он форпост новой политики России. Масштабные планы Петра ожидали своего воплощения на берегах Волги и Каспины. Для мира и славы, успешной торговли, процветания приволжских земель готовится великий персидский поход. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СКОЛЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БАУ Царь Петр познаверился запомнить европейские дворы. Петр недавно подписал мир со Швецией, но не хочет угомодиться. Вы слыхали про Каспийский поход? Новый военный поход? Прекрасно. Я готов выступить хоть завтра. Благородный герцог сам пойдет в море. А что, охотно? Император Петр Щеннер. И я женюсь на его дочери, принцесса Анна Мила. Молода, танцует и говорит на пяти языках. Я буду зять императора. Императора? Это неслыханно. Вам, племяннику Карла XII, недостойно быть пешкой в игре русских барманов. Русский медведь неноситил. Он уже слопал весь север, а теперь разинул пасть на юг. Ха-ха, дядюшка Карл проиграл войну. Шах и мат. Моя галстиня бедное герцогство, поэтому я на стороне победителя. На шахматной доске я не пешка, а слон. Этот дикий пустынный край не может встать в один ряд с нашими странами. Мы французы, а с нами Пруссия, Голландия, Британия. Никогда не признаем Петра императором. Это большой политик. А что скажете вы, капитан Ван Верден? Вы, шведский мореход и ученый, десять лет служите русскому царю. Где ваша европейская солидарность? Я голландец, господин посол. Царь Петр спас меня от смерти. Он славный и великий государь. Петр говорит, кто любит Россию и служит ей, тот и русский. Значит, я русский Ван Верден. Это неслыхано. Господа, Петр Алексеевич наказал нам всем веселиться. Он вскоре сам прибудет на ассамблею. А вы, господин французский посол, чем опять недовольны? О, прекрасная государыня, ослепительная Екатерина Алексеевна. Я навсегда верный друг вашим величествам и всему русскому княжеству. Но опечален известием о новых планах царя. Мне больно думать о том, сколько бедных русских солдат сгинут в чумных болотах Персии. Как тот несчастный Беккович, черкесский князь, которого, как я слышал, содрали кожу живьем. Идти на Персию, это же неслыханная глупость. Что за ворона тут карпит? А, это господин посол французский? Так вот, послушайте. Князь и друг наш Беккович Черкасский, герой Отечества и знатный географ. Память о нем сохранится в истории. Губители его будут сурово наказаны. Что еще говорил французский посол? Что русские сгинут в походе на Персию. Воронам каркать, а молодцам дело делать. Вот мои добрые помощники, Артемий Волынский, губернатор Астраханский и Федор Саймонов, капитан и картограф. Шлю их на Каспий, местность разведывать и карту чертить. Не подведите, други, чтобы учености русской и в Парижской академии поделились. Подать вина. Ура! Выпьем за государя императора и за государами. Ура! Ваше величество, но я тревожусь за вас. В Персии ад кромешный. Людей хватает разбойники. Жара, как в пекле. Кругом гедовитые гады. А словица гласит, ищешь смерти, поезжай в геля. Разбойников усмирим, гадов истребим. Прикаспийские земли освоим. Не впервой возводить города на болотах. Иван! 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 А ты, Артемий Петрович, расскажи-ка нам про слона. Что в Астрахань от шаха послан был, да не дошел. Виноват, Ваше императорское величество. Шах персидский государь императору нашему послал породистых скакунов и живого слона. А был тот слон ростом, как трех человек поставить друг на друга, да еще руки вверх поднять. Неужто? Такой огромный? Посольский отряд с тем слоном и прочим богатым руководителем шел два месяца из Шамахи в Астрахань. Все пропитание, все кормовые на слона ушли. Уж на последнем переходе злодеи степные не посмотрели, что царю в подарок. Офицеров солдат порезали, обозы разорили, лошадок угнали, у слона носовой хобот изрубили. И сдох от жажды бедняка. До сей поры мне горько, государь, что так и не дошли посольские дары. Велел я тех разбойников найти и наказать. А нынче воля моя веселится. Эй, музыканты, играй комаринскую. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Еще за пять лет до наших событий составлять космическую карту отправился на барусники под названием Астрахань, географ и воин Александр Бекович Черкасский. Он был храбр и непобедим, но Хевинский хан коварством заманил его в ловушку, безжалостно истребил его войско. Знаменитую морскую карту Каспийского моря, изменившую представление об этой части света, завершил русский офицер Федор Саймонов на той же славной шкуне Астрахань. Российская карта стала научной сенсацией мирового значения, но на карте, изданной по русским чертежам в Амстердаме, значится имя французского королевского географа. Вот так соперники отнимают нашу славу. Государь желает по морю Каспийскому везти золото, желт, шафран, чтобы не через мирно, через Астрахань. И торговали бы с нами индийцы, ухарцы, туркмены, армяне и перцы. Откроем путь торговый Каспий, Астрахань, Петербург. На словах все легче, Федор Иванович. Сам ты знаешь, много там погибло храбрецов. Бекович Черкасский головы лишился. Бековичу войск в пять раз меньше. Непобедимо было. Одолели обманом и коварством. Но карту здешних мест князь Беловик начал составлять толково, а мы ее завершили с Божьей помощью. Что верная карта готова и в срок царю Петру отправлена, так это только твоя заслуга. Ты знатный географ, я же тут для прикрытия нашей разведки, как голландский купец. Скромен ты, Федор Иванович. Это к тебе и в создателях карты не упомянут. Я личной славы не ищу. Служу Отечеству и Государю. В том и жизнь моя. Так и принцесса Анна ничего твоей доблести не узнает. Карл Петрович, замолчи. Ну, не сердись, Федор Иванович. Через многое мы вместе прошли. Ты мне почти как сын. Слушай, забудь принцессу Анну. Ее обвенчают с этим глупцом горштинским герцогом. То есть большой политик. Анну Петровну мне до смерти не забыть. Но место свое я знаю. Буду честно служить, а там, как Бог даст. Скоро Астрахань, Карл Петрович. Там ждет нас мой товарищ, губернатор Астраханский. Вот у него задача и впрямь небывалая. Подготовить город ко встрече государя и русского флота. Идем на Персию. Будет и слава, и потеха, и труд великий. Планы Петра смелы и разумны. Город Астрахань отлично расположен. И может стать южной столицей Российской империи. Но легко не будет. Эх, штормит. Цвистать всех наверх! Не робейте, братцы! Поднять шверх! Поставить три сели штормовой стаксель! Не робейте, братцы! Вот она, Астрахань, Волжская столица. Врата Азии. Ключ к востоку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА